I have ways of blowing things off. Задание первого этажа, которое оно осталось, и единственное задание, которое мы провалили, была игра на чувствах Донга, где мы не сыграли на его страсти. Очень жаль, потеряли на этом тысячу. Еще я помню, 500 мы потеряли на плохом вопросе одной нашей мертвой коллеги. Но с этим уже ничего не поделаешь. Идем к служебному телефону и просим повышения. Служба, я приветствую, та-та-та-та-та. Конкурентная среда у нас уже не актуальна, мы уже прошли этот тест. Итак, заявку на повышение. 15 тысяч. Поздравляем, вы отлично работали, на благо страны. Мудрый вождь видит это. И в рамках программы по увеличению нагрузки для отличных работников вы будете повышены. После повышения рабочих мест на этом этаже стоят вам недоступны. Ваш авторитет будет обнулен. Вы готовы? Блин, получается я зря купил иностранные деньги, да? Авторитет будет обнулен, это вообще страшно на самом деле. Я думал, что я пойду сейчас с бонусом. Так, инициализация протокола повышения. Мне, кстати, ачивочка вылезла. Career Developments. Посмотрим. Поздравляем, вас повысили на 12 этаж. Пропуск на этаж. Пардон. Извините, ребят, голос может быть немножечко гнусавым. Так что это... Позвоните Каннингему и... Что получу повышение, смогу больше узнать о моем отце. Но Каннингему и отсюда позвонить не смогу, да? То есть получается только из дома. Погодите. Служба доверия, пресса, создать информацию о коллегах. Позвоню, почему? Разговор. Вот, я после обнуления получил полтосик, он у меня засчитается или нет? И теперь могу ли я пойти еще поработать? Нет, уже не могу. Позговать? Иностранные деньги у него можно еще купить будет за тысячу. Блин, я их зря, получается, купил. Эх, жалко, ну штука вообще в никуда. Во всем. Ну, получается, тут все. Давайте валим домой. У меня в кармане ничего нету подозрительного. Я что-то... Вискарь, отвертка. Нормально. 50... Блин, а информацию о коллегах можно было тогда, получается, не сдавать все это время. Можно было копить, копить, копить. Сейчас у меня был бы хоть какой-то бонус. Если меня второй раз не обнулят, я просто надеюсь, что меня второй раз не обнулят. Канингеу можно позвонить из дома, поэтому валим домой. Собственно, день сегодняшний у нас уже в никуда. Лифт пока что для меня не активен. Фух, на 12 этаж. Кстати, а карта... Я смог посмотреть в самом министерстве уже. Карта у нас там держала 3 или 4 этажа, она будет посмотреть. То есть с первого этажа на 12, хорошая карьера. Хотя с другой стороны мы знаем, как тут повышают. И когда говорят о повышении человека, то чаще всего... Его потом никто не находит. А по факту он находится где-то... В какой-то яме. Алло, Джеймс? Это Эван. От трубку подними, чувак! Слушаю тебя. Ты получил повышение, мне повесили на 12 этаж. Отличная новость, Эван. Эван, отец бы тобой гордился. Но рано почивать на лаврах. Теперь все станет еще сложнее. Затача та же. Тебе предстоит найти компромат на следующих начальников... На следующего начальника. Познакомься с ним, войти в доверие и найти... Найди на него что-нибудь. Или просто плюй на все, убери с его пути коллеги, поднимайся вверх по карьерной лестнице на следующий этаж, чем крупнее и дичь, чем интереснее охота. То есть получается, да, у меня было два способа заработать большую сумму авторитета. Можно было арестовать начальника, а можно было убрать всех коллег. А я убрал всех коллег и арестовал начальника. Хорошо. Да, я вас понял, Джеймс. И будь притеренно осторожна, я слышал на этом этаже, не все так просто. Судя по табелям, там какая-то чудовищная текучка кадров, так что держи ухо востро. Чудовищная текучка кадров. Компромат. Так, оплатим все. Оплата лампочек для подъездов, блин. Подавитесь. Альберто де Сальво. Это мой начальник, видимо, будет. Смотрите, ничего не буду, ибо не хочу. На улицу мне вроде как незачем идти, хотя у меня есть 10 часов для того, чтобы погулять. Кната, ну Кихлер, это торговец, по-моему, да? Давайте схожу. На, бутылку виски. Не надо, у меня есть бутылочка. Не хочу тратить даже лишнюю сотню. Но здорово, что у нас есть шанс, по крайней мере, купить этот вискарик. Так, хорошо. Ну что, идем спать. 21-й, 5-й. А получить повышение, где я могу его получить? А, 12-й этаж. Это уже квесты 12-го этажа. Квесты 1-го этажа, вот они у нас все. Один, к сожалению, провальный. Ладно, пофиг. 12-й этаж. Путь наверх и расследование. Компромат. И ясно. То есть мы сейчас уже сразу начнем. Ну, поехали. Что-то я невнимательно по улице, кстати, пробежался. Возможно, там было что-нибудь интересное. Это мне на лифт сейчас? Да, на лифте теперь работает 12-й этаж. Мы думаем, сегодня последний 189-го раунда суперигры. 189-го. Команда Честь лидирует. Итоги будут подведены завтра. То есть по первому этажу я могу все равно еще ходить. Вроде как, наверное, я не уверен. А что за игра? Здравствуйте, меня зовут Эван Редгель. 27 лет, женат и из дочери. Какая осведомленность. Сюда никто не попадает без моего участия. Я Роуз Эвердин, секретарь товарища Десальва. Для вас товарищ Эвердин. Я отвечаю за работу в этом отделе за соблюдение правил и стяжения. Ничего из этого, что вы будете делать, не останется без моего внимания. Вам провели инструктаж по прибытию на новую должность? Нет, я еще не... Здесь мы работаем с обращениями граждан, которые нам... Нам... Распределили эти недоумки с первого этажа. Кстати, про недоумков с первого этажа. А, Роуз Эвердин, Редгельф, это мы... А, Фергюсон тоже уже... Ладно. Внимательно следить за инструкциями. Если будете делать все по инструкциям, будете молодцы. Не проживете дольше предшественника. Проживете. Пойдемте, покажу ваше рабочее место. Проживете. Привет, это новенький. Меня зовут Эван Редгельф. Черт, как башка трещит. Что тебе от меня надо, Эван Редгельф? Ну, просто познакомиться. Просто даже кошки не родятся в курсе. Как их зовут? Хэнг Рай, черт возьми. Если ты не заткнешься, я тебе чем-нибудь ударю. Займи дверь двадцать. А зачем? Зачем ты? Много боюсь, знаешь, скоро состаришься. Надавить авторитетом. У меня как раз есть полтос. Нужны деньги? Ответь зачем? Да пошел ты хрен греешь. Ну, кто такой, чтобы меня допрос устраивать? Иди отсюда, пока не врезал. Я, между прочим, надавил авторитетом. Вы че? Я че, полтос зря потратил. Хэнг Райд. Рабочее место ключа у уборщика. Он должен был там все открыть. Что случилось? Нет, не стреки, не счастливый случай. Найдите уборщика. Он или у кабинета у Чуды Сальвы, или у измельчить. У измельчителя. Что-то мне подскажет, что это не измельчитель бумаг. Получить повышение. Почему Хэнг такой злой? Спросить коллег, почему Райд зло и забрать ключи уборщика? Ну вот, у нас уже есть чем заняться. Там никого нету. Не стучи. Забей. Забей их до смерти. Так, это Хэнг, если что. Низкий в галстучке. Все, я тебя понял. А рабочее место там никого нет. Рабочее место Хэнг Райт. О, мы уже знаем, что это его место. У измельчителя... Ну, давай знакомиться со всеми, пофиг. И измельчитель, это безумные бездушные машины. Измельчитель не может быть в суде. Измельчитель это зло. Привет. Не надоело тебе тут стоять и орать одно и то же. Остановим маховик несправедливого насилия. Сделаем насилие справедливым. А что ты конкретно это предлагаешь? Я, для вас, для вас, измельчитель, пора уже задуматься, почему механизм, предназначен для утилизации отходов, утилизирует перспективных сотрудников. Нет, все люди, мусор. А, лишь, некоторые, измельчитель, это зло. Я думаю, это начальник. Привет, меня зовут Эван Редгрейв. Джон Смит. Знаеньких? Сколько у вас таких повидал, да, если это не начальник? Да, недавно перевернут этаж. Морские узлы и лешу иззать? Что? А ловушку из кнопок сделать можешь? Какую ловушку? Ну, хотя бы на самострел с карандаша и резинок смстеришь? Ну, зачем? Все понятно, он не жилец. На этом этаже тебя уничтожат в первую же неделю. А за что меня уничтожать? Я еще ничего не сделал. В том-то и делал. Надо что делать, понимаешь? Иначе... Вот скажи мне, что ты здесь делаешь, если увидишь человека, которого затягивает в измельчитель? Ну, пройду мимо, конечно. Чего? Чего вам помочь? Чего доброго и меня с собой затянет? Неправильный ответ. Если кто-то заметит, что ты был рядом в этот момент и ничего не сделал, у тебя будут неприятности. Я не могу поступить. За то, в каком отделе работает этот бедолага. Если в твоем, выточить. Если в чужом, пропихнуть поглубже. Странно, вступает в порядке. Нормальные. Тут как на войне. Либо ты, либо тебя. Понятно. Чего тебе? А вот, про Хэнка. Ты знаешь, Хэнка, можешь мне кое-что пояснить? Ну что, Старина Хэмит послала тебя куда подальше? А, я вообще ничего не сказал. Ничего не сказал. А он, с ним не надо говорить, когда он спахнет. Толк все равно ноль. Либо обругает, либо с колоками бросится. И как вы с ним работаете? Ждем, когда он выпьет. Прямо на работе? Вш опасно. Это ему какое дело? Свалиться измельчитель. Сам виноват. Но когда он пьяный, с ним хотел говорить, можно. Чего тебе? Обо всем? Про семью. Ничего, у вас есть семья? Еще спрашиваешь. Извините, просто интересно. Семья, это слабость, которая может воспользоваться в урак. Вот у тебя есть семья? Уклончиво. А почему ты спрашиваешь? Молодец, на лету хватаешь, уважаю. Красиво. Про министерство. А можно сказать, что я имею в виду про министерство? Если интересно, могу рассказать, как вывезти человека из строя при помощи английской булавки. Смотри, нужно уколоть вот сюда. Убери от меня руки. Извини, увлекся. О коллегах? Про Райта, наверное. Ну, давай про Райта. Хэнк нормальный мужик. Пил бы меньше, цены бы ему не было. Роуз Эвердин. Джон, ты близко знаком с Роузом? Говорят, что это Роуз придумал суперигрую, чтобы показать свою преданность вождю. Разве можно такое придумать? Это нормальный человек. Ясно. Очень полезная информация. Спасибо. Так, получается, Смит, это 43 год, с кем мы говорили. Райт, нормальный мужик, алкоголь, блядь, настроение. Чел. Наш чё? Я тебе искал. О, хрен, Грейф. Нашел. Вот ты нахрен пошел. Как знаешь, пойду там бутылка кому-нибудь другому. Стоп, бутылку? Какую бутылку? Да, вот эту. Ну, раз ты не хочешь, я, пожалуй, пойду. Что ж ты молчал, хрен, Грейф. Давай ее сюда, скорее. Несивуха. Держи. Ты что, хочешь прямо здесь? Ты же на работе. Ну, не всю ж бутылку, Хэнк. Я всегда на работе. И вот что я скажу, хрен, Грейф. Те работают зазря, кто не выпил пузыря. Если выпил ты пузырь, в общем, там тоже стихами, неважно. Вот, все в порядке. Слушай, а почему я тебя раньше не замечал? Ты же классный мужик. Вот спроси мне, что хочешь, я тебе все расскажу. Че надо? Че ты пьешь-то тогда? Слушай, извини за вопрос. Валяй. Почему ты пьешь на работе? Ведь запрещено. Те не пофиг. Ну, засунут меня, зараза, мельчитель. Тебе же одним конкурентом меньше. Я хочу это узнать. Ладно, согласиться. Я об этом не подумал. Вот, я не подумал. Хэнк подумал. Ну и кто из нас алкаш? Ладно, мне нужно 150 авторитет, это не так много. Обо всем. Про коллег, про Смита, про Скайпера, Джон, странный он. Почему? Ты хоть раз видел бомжа, который не пьет? Че ты взял, что он бомж? Так, он на работе живет, это все знают. Мне нужно еще 125 авторитет. Я хочу узнать, почему он пьет. Так, с тобой мы болтали. Уборщик. Привет, меня зовут Эван. О, привет, Эван. Я Артур Митчелл. Первый день тут. Буду работать уборщиком. Первый день. Все своем лицом. Откуда эти синяки? Заметно, да? Мы вчера с другом на мою новую работу обмывали. Они меня так накачали, что не помню, как до дома дошел. Хорошо, у тебя, друзья, я погляжу, могли бы и помочь. Ерунда, наверное, упал где-то, пока шел. Или полицейскому патрулю попался. А может, и подрался с кем-то. Челюсть просто отваливается. И пару зубов нет. Ты бы не пил так больше. Ничего, до свадьбы заживет. Главное, чтобы начальник не заметил. А сегодня вечером к нему иду уборку делай. Представляешь, какая честь? То есть, в первый-то день. А по всем... Суперигра. Я понимаю, что тут ноньки, как и я. Но, может, ты знаешь, что за суперигратор проходит? Понимаете, не имею шашки или шахмат, наверное, лично, кроме литра-бола. Ни особо ничем не увлекаюсь. Ты говоришь, что синяки за свадьбу заживут. Это присказка или ты действительно не жилой? Ну, ладно, подруга, но стервы оказались сегодня. Как раз расстались сегодня. Что так? Да, прихожу к ней с утра. Там двое детей и мужик какой-то, типа, муж. А мне врала, что ни разу не целовалась. Ничего себе. А, вот теперь после этого бери женщину. Да-да-да. Нет, он нажал про работу. Нравится тебе работать с уборщиком? Так я первый день тут пока, осматриваюсь. Хорошо, давай ключ. Артур. Рост сказал, что тут есть ключ от моей рабочей кабинки. Что, какой ключ? Какая рост? И кто вообще? Я, Эван, работаю. Тут мы с тобой уже знакомились. Так у тебя есть ключ от моей кабинки? Ключ. А, точно. Я же как раз нашел сегодня в кармане. Еще подумал, откуда он у меня. Вот, держи. Ого, спасибо. Отчитаться-то, конечно, отчитаться, но подожди. На картотеку два часа может уйти. Так, у нас тут очередной самоубийца. Привет, меня зовут Николай Пейдж. Ты что, третий брат? Знакомый имя? Брат. У нас династия курьеров. Дед, отец, я и десять братьев. И все курьеры. Представляешь, как повезло. Эй, прости, наслышит как выдумка. В жизни такое случается, что людей фантазии придумать не хватает. Уж поверь мне. Ясно. Значит, чтобы это поторговать, можно будет за 250, закончить разговор. Спасибо, до свидания. Картотека. А что я там найду? Беометрический сейф я там найду. И работа с терминалом том-3. Новый навык взлома терминала. Борщевик. Типа не большевик, а борщевик. Сараза. А, открыть. Новое письмо. О, круто. Это обращение к тебе, сын. Я не знаю, прочитаешь ли ты его когда-нибудь. Возможно, это просто исповедь в пустоту. Но я должен рассказать тебе самый омерзительный свой секрет. Твоя мама, она, это я убил ее. Нет, я не был человеком, который нажал на курок или что-то в этом роде. Но именно я подписал тот циркуляр, в котором разрешил использовать пестициды в фруктовых рощах страны. Ее убили мои безразличия и готовность заключать сделки с совестью. В тот день, когда она погибла, я должен был забрать ее с работы, заехать за ней, но я был слишком занят столько всего важного. Если бы я плюнул на эту карьеру в министерстве, я бы мог легко получить направление на непыльную работу в любой точке страны. Я часто искал себе оправдания. Думаю, что без меня этот негодяй наверху не оставил бы ничего от нашей страны. Но это лишь оправдание. Лишь я сам был тем беспринципным идиотом, который разрешил травить население. А твоя мама всего лишь купила яблоко какой-то старушке. Кстати, вот почему здесь запрещены яблоки. Вот теперь мы узнали. Какой-то старушке по доброте душевной желаю поддержать пенсионерку. Я каждый день благодарю небеса за то, что в это время ты был в пионерском лагере. Все эти последующие запреты на продажу яблок. Моих рук дело. Отчаянная глупость, которая ничего не исправит. Вот откуда растут ноги. Если вы помните, из первой игры это одна из первых директив, в которой мы увидели запрет на торговлю яблоками зелеными и красными. Мы потом яблоками шантажировали людей. Так, а тут у нас просто кабинет директора или тут да, ну-ка. Это директ однажды? Да. О, сейфа нет. Интересно, что было в том чертовом сейфе? Ладно. Здравствуй, Эван. Я зовут Альберт Десальва, этот этаж подчиняется мне. Я ты познакомился, товарищ Десальва. Приятно познакомиться, Эван. На этом это же другие стандарты приятного. Что вы имеете в виду? Современному знаешь. А обо всем? Министерство? Позвольте вопрос. Поздаево, вы добились больших высот, мистерство. Как вам это удалось? Хочешь тоже построить карьеру? Пахвально. Советую глубже изучать человеческую натуру. Страхи и пределы возможного. Болевые точки. Это поможет добиваться желаемого и получить работу и удовольствие. А измельчитель? Альберт Десальва, я тяжело... А тяжело про этот измельчитель? Откуда мне знать? Разве это эти команды? Ведь здесь все подчиняются вам? Все живое, естественно. Измельчитель это бесчувственный желез, который перемалывает все, что в нее засунут. Чтобы ее подчинить, нужно просто нажать... Подчинить, нужно просто нажать на кнопку. Ничего интересного, для меня с этим прекрасно справляется техника. А, супер игра. Думал, что за сипур игра? Супер игра, да. Я бы хотел уточнить кое-что по поводу супер игры, если позвольте. Ты по поводу чего? Супер игры на этаже, среди сотрудников. Первый раз слышу, он мне с чем заняться в своем кабинете. А, братца? Альберт, извините за личные вопросы, узнает моего отца? О, да. Кали был своеобразным человеком. Слишком мягким, слишком умным, слишком честным. Такие министерства не выживают уж, извини. Потом этим из-за этого покончил с собой. И слишком переживал за других, и это была его слабость. А слабости ведут к катастрофам. Вот что я могу сказать. Фергюсон? Эван, я слышал про Фергюсон. Арестовали не без твоего участия? Да, это так. Не могу тебе передать, как я рад, что жирная скотина получила по заслугам. Давно было пора кастрировать этого хряка. Я бы ему лично печень вырезал, если была возможность. Ого, похоже, вы его недолюбливали? Много чести для него. Я просто хотел ему смерти. Это нормально, ты привыкнешь. А что ты хочешь? Эван, у меня к тебе просьба. Мне нужны рулон полиэтиленовой пленки и моток скотча. Ты мог найти и принести их мне в кабинет? Я могу обратиться в министерство распределения и через пару недель доставить. Нет, Эван, я не могу столько ждать. Я хочу, чтобы это сделал именно ты. Так будет лучше. Сходи на завод, где производят пленку. Он находится недалеко от площади свободы от забот. Скажешь, что от меня, и получишь пленку. Скотч? Если ты можешь найти жалкий рулон скотча и мое средство, на что ты вообще рассчитываешь здесь, Эван? Я понял, товарищ, что со мной задержишься. Они мне очень нужны для важного дела. Так, это интересно. То есть новые люди у нас сверху. Все время на работе 50. Кстати, я могу позвонить и получить респекта немножечко. Блин, как бы не повторять ошибки прошлого этажа, да? О. А, там есть еще что-то, что я не исследовал за кабинетом начальника. Серьезно? Ну, это, получается, второй уровень. Тут гораздо меньше помещений. Там человек сверху стоит, если что. А, привет, меня зовут Эван. Меня недавно перевернули этот этаж. Привет, я Отто. Отто Вернер. Ты из чьих, видишь? В смысле, из чьих? Ты бумажки перекладываешь или руками умеешь работать? Вообще бумажки, но могу и руками. Понятно, руками он может. Это я техник шестого уровня. Если ты со своими руками подойдешь к моей ласточке, я тебя и скормлю. Добрый дядька. Это ты про измельчитель? Сам ты измельчитель. Это машина, самое лучшее, что есть в этом поганом министерстве. Ты понимаешь, я говорю, такие слова. А что мне бояться? Я этот, как ты говоришь, измельчитель с закрытыми глазами перебирал два раза. И теперь знаю его как эти три пальца вот на этой руке. Где я найду другого такого механика? Понятно. Я слушаю обо всем, про семью. У тебя есть семья? Да какая семья? Зачем? Ты посмотри на мою ласточку, и какие изгибы, какое изящество, безотказное. Почти не ломается. Будет моя воля, я бы на ней женился. Неплохо так. Коллеги, расскажи про люди вовсе. Я тут почти никого не знаю. Кто тебя интересует? Давай по очереди. Про Хэнка. Я терпеть не могу. У этого придурка уже неделю приходит сюда, и ребят прямо возле моей ласточки. А она, между прочим, заржаветь может. Чего это он, ребят? Черт его знает. Спроси сам. Плачет. Пьет. Ясно. Смит. Про Джона. Хочу рассказывать нечего. Хорошо. Роуз. Секретутку. Вот кого бы с удовольствием скормил бы. Почему? А чтобы проверить, кто кого одолеет. Это Роуз. Кремень. Папа. За эту вашу супер игру кого угодно сожрет и не помочится. Сколько я тут всяких ужасов навитался. Но от этой стервы у меня мурашки по коже. И монтировка из рук уваливается. Что, на ней никакой управы нет? Только начальника слушать. Все остальные для нее никто. Просто счет на табло. Начальник. Не знаю, что-нибудь про начальника? Слушай, я механик. По мне, чем дальше от начальства, тем лучше. Поэтому у нас с ним так. Он сюда не ходит. Я к нему в кабинет. Вот весь рассказ. Ну, то есть не видите друг друга. Ясно, понятно. А ты кто? Кто вы? Здравствуй, меня зовут Тейвен. Похоже, мы с вами работаем в команде. Здравствуй, меня зовут Глория. Она тоже... Так ты похож на моего сына Малькольма. Я даже издалека подумал, что это ты. Что ты это он. Представляешь? Так, обо всем работе. Чем занимаетесь? Как и все в нашем секторе. В секторе обрабатываю бланки с обращением посетителей. Это эти прохвосты в приемной на первой линии заполняют их, как попало. Да, я помню. Я был таким, да. Я очень люблю, когда все идет правильно. Каждый раз, когда ставлю одобрительную печать, получаю довольствие. Значит, кто-то до меня хорошо поработал. А тебя кого обманывают? Оказывать еще приятнее. Буду знать, как ошибаться. Семья. Есть родные. Есть родные. Только сыночки остался. Кровинушка мой. У меня такой молодец. Я им так горжусь. Кстати, я говорил, что он на тебя похож. Такой головастый. А чем он занимается? Он известный ученый. Сам вождь его хвалил за открытие. За открытие. И руку жал. Ого. Коллеги. Ну, давай по очереди. Смит. Личный работник, но словно не на своем месте. Иногда сидит и смотрит в пустоту. Обещал какой-нибудь моего... Как-нибудь моего сына взять с собой на охоту, но я бы сына не отпустил. Материнское сердце чувствует беду. Это про него, да? А почему... А, Хэнк тут, я понял. Роуз. Опасайся. Она фанатичка и свято верит в эту игру. А наш страх перед... И наш страх перед измельчителем. Сальва. И когда я его не видела... И не хочу даже. Почему? Слухи. Говорят, что те, кто встречается с ним, пропадают. Черт. Коллеги. Райт. Я обращаю внимание. Он не всегда такой... И честно, у него такие переменные страницы. Не зависит, как почти ни с кем не общается. Ага. Хорошо. Много инфы, кстати. Меня, кстати, смущает, когда человеке вообще нет никакой информации. Ну, поехали, сдадим квест. Ну, поехали, сдадим квест. Когда человек бесполезен, когда трест невозможен. Но товарищ Десалева решил, что Хэм должен быть здесь, поэтому я подчиняюсь. Эх, хорошо. Глория. Вполне, каждый выбирает... Вполне, хорош в работе. Каждый работает... Каждый выбирает свое служение сам. Мое служение помогает товарищу Десалес, лидии нашей страны, делать нашу страну великое. И хорошо отрабатывать бланки. И пока что у него это получается. Сметь. Так, я думаю, что он чертов везунчик. Он уже несколько раз побеждал в супер игре по причине смерти всех конкурентов. А то сейчас он в случае на работе. Нет, никого не осторожило? Люди смертные, Рэд Грэйф. Некоторые люди смертные внезапно. Если что, вы знаете, откуда эта строчка, да? Так бывает. Чувак стоит, хлопает просто. Молодец. Сальва. Товарищ Сальва, самый патриот нашей великой родины после нашего великого вождя. Сор, ясно. Артур. У него есть небольшие проблемы с памятью, но на его работе никак не сказывается. Да и другим он не мешает. Минуточку. То есть он не первый день здесь работает, он просто забывает все. Суперигра. Кто придумал? Суперигра придумала. Я, товарищ Сальва, приказал найти способ увеличить эффективность сотрудников. Я решил, что измельчители сделают это лучше любой премии. А в чем смысл? Смысл прост. Работай, лучше будешь жить. Если ты не приносишь пользу министерству, не служишь изо всех сил нашей великой родины, и вождю, зачем тебе вообще существовать? Кто победит? А как победить? Нужно брать очки раньше, чем ваши соперники. Очки начисляются за обработку бланков. Черт. Установлены комиссии сторонние у нашего этажа, учитывая при этом результаты прошлых соревнований способностей участвующих. Как можно попасть в комиссию? Сейчас не видят свободных мест, не должности заняты. Кто в составе? Председатель, секретарь, трезаместитель. А кто эти люди? Я. Остальные? Председатель Роуз, секретарь Роуз. Это все ты. Ясно. Я была одной из первых, когда товарищ Десалья призвал к служению. Служил к чему? Для дела нашего государства. Если мне товарищ Десалья прикажет будет, то сейчас у меня нет на это времени. Служба не встретит вся моя жизнь. Эта фишка с супер-игрой мне крайне не нравится. Так, ключ. Открывайте двери, приступайте к делу. Сегодня надо обработать 10 бланков. Здесь все отличие от вас с приседниками. Из вас видит толк, если вы писаете пользу Министерства. Ваша работа стоит печать и штампы во вращении граждан. Разберитесь по ходу. Десять бланков. Кабинки, ключ. И ставить двери открытыми. Терминал Родина. Так, равнение лучших. Вчера прошла церемония награждения лучших сотрудников Министерства по итогам года. Отличившиеся работники получили почетные грамоты и путевки в санаторий. Единогласные решения собравшихся путевки были переданы в фонд труда. Работа в Министерстве не должна останавливаться. Пусть отдыхают другие. Берите пример с передовиков. Вы тоже сможете совершить такие благородные поступки. Так, военно-боложение великой цели. Вчера персонал дома негодных в Фельфере по халатности допустили похищение одного из пациентов. Лица, которым вождь доверил защиту нации от нежелательного генофонда, проявили себя недостойными такой чести и были расстреляны. Похититель и его добыча, объявленный в розыск. Оставшийся контингент дома негодных будет перейден через процедуру блаженного сна во избежание распространения жила. Это Магда, которая похитила свою дочь, что ли, а всех остальных из-за нее убили? Блин, зачем я этот квест доделал? Надо будет попробовать с ней поговорить, если еще. О пенсиях. Министерство социальной заботы уведомлено, что согласно распоряжению 9003, всем пенсионерам необходимо ежегодно в сроке 31 декабря предоставлять Министерство правка о нахождении в живых. Интересные новости. Так, ну поехали. Рука. Вот. Так. Одобрить запрос в Минкультуре. Отправить спецгруппу на донос. Что? Министерство порядка. Посетитель, я хочу написать жалобу на моего мужа. А, моего мужа избили полицейского на улице, спутали его с преступниками, он теперь работать не может. Посетитель, а нам с детьми что делать? Я требую, чтобы полицейские привели к ответу работник. Я уверен, что это ошибка. Посетитель, конечно, бить нужно виновных. Я требую, полицейские привели к ответу за ошибку. Отправить спецгруппу на... Минпорядка. Что, блин? Погодите, я пока не соображаю, как это работает. В Минкультуре нет. Это жалоба. Полицейские. Отправить спецгруппу на донос в Минсоцзаботы, в Минтруда, в Минпорядка. Отклонить жалобы в Минкультуры, отклонить жалобы в Минпатриотизма. В Миннауки. Начать проверку доноса в Мин... Вот это, что ли? А! Ну, это мы прочитали. Правильно? Далее. Так, на основе служебных инструкций вам нужно поставить правильные печати на бланке с обращением посетителей. Работа с Монг состоит из трех шагов. Решить, что делать с обращением, решить, что делать с обратившимся, решить, что делать с бланком. А! Отвивить личном деле подачи информации в Минзаботы. Внести... Подачи информации в Липоминистерство. Внести... Ого! Наградить... Наградить... Ооо... Министерство порядка. Министерство техники, Министерство лука, Минтруда, соцзаботы... Так. И теперь. Уничтожить жалобы в любое министерство. Отправить в архив с запросами науки, техники. В любое министерство, министерство. Патриотизм, культура, труда. Внести в архив, наверное. Блин, а третья неправильная. Как... Как это работает? Ладно. Давайте попробуем еще раз. Министерство труда. Чеку мне в рубку и мину под брюхо, если я тысячи пять минут простою. Кому надо передать списки экипажа нашей баржи. Парни, конечно, поубивалось после крайнего похода, но остальные жрут за троих. Надеюсь, вы учтете это при распределении талонов на провизию. Так. Получается труд. Порядка. Ну, труд здесь только один. Парни. Правильно. Отменить личную неделю подачу информации в Минзаботы, в Минсоцзаботы, в Расстрельный Минтруда, Патриотизма, любое министерство. Внести в Расстрельный Минтруда. Внести в Расстрельный Минтруда, любое министерство. Получается, вот это? Что нужно было наградить? Почему? Как это делать? Ладно, дальше. Уничтожить жалобы, отправить в архив. Минтруда. Минтруда. Тоже нет. Нужно было уничтожить. А в архив. Ладно, далее. Еще 20 минут потратим на это. Посмотрим, что-то такое вообще. Минтруда культуры и спорта. Отклонить жалобы в Минкультуры. Я, Прима театра, вот уже 40 лет, играл лучшие роли. Если увидели такие спектакли, как она-на-на, извините, у меня не делал. Вы могли перейти к сути. А да, конечно, режиссер городского военного театра поставил спектакль «Любовь к войне». Обязал всех актрис... А... Обязал всех актрис переодеться солдат и отдать ему честь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ай, какой красавец! Эм... Отклонить... Да, это правильно. Теперь... Ладно, если оно отклонено, значит... техники науки внести в расстрельный, наградить. Явно не наградить. От патриотизма нет, труда нет, соцзаботы нет. Получается, внести в расстрельный список любой министерств. Вот это должно быть правильно? И это правильно. Блин, по-моему, я начал врубаться, как это делается. И отправить в архив запросы в Миннауке, отправить в архив, пустить работу, уничтожить патриотизм, культуры, труда, культура и спорта, кстати. Что, можно уничтожить? Ну, раз мы внесли в расстрельный список, может в архив? Это мое предположение. Хотя, скорее всего, уничтожить. Нет, нормально, в архив, все правильно. Да! Министерство труда, хорошо. Я прошу, министерство труда, обратив внимание, наказать руководство сберегательной кассы, за непрофессионализм. Я вчера хотела снять деньги со счета, и мне сказали, что решение руководства на все деньги, вкладчика были приобретены облигации военного займа. Но это же совершенно неправильно. Даже я, продавец, знаю, что сейчас... У нас это было. Даже я продавец, что сейчас набрать облигации управления шахт. Да, это такой запрос, кстати, был с первого этажа. Значит, Минтруда, культура, соцзаботы, труда, правительство спецгруппы, нагодоносы Минтруда, техники, порядка, патриотизма, культуры. Вот это Минтруда. Дальше. Соцзаботы. Награде за подачу любой информации Министерства. Да. И теперь в архив Минтехники отправить в архив, пустить в работу Минтруда. Нет, нет, а что... Я типа... Короче, за каждый штампик дают 15 монеток. 5.40 у меня осталось. Раунд. Интересно, если я не наберу... Так, ладно, служащий, давайте послушаем, здесь, вон, почему говорят. Надеюсь, моя ставочка сыграет. Ты опять играешь на тотализаторе? Да, тут беспровышный вариант. Супер игрок закончится завтра. И отдел, на который мы искали заставили, уже не догнать. Многу поставили? Ночечное жалование. Ладно, ребятушки, тогда я не буду сейчас идти домой. Я думаю, мы с вами просто продолжим в следующей серии. Посмотрим, что мы можем еще сделать тут, пока мы не ушли домой. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем лучших. И всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok